День памяти священномученика Вениамина, митрополита Петроградского. Божественная литургия совершена в посвященном митрополиту Новомученику храме в исправительной колонии номер 5, поселке Металстрой, Северной столицы. На богослужение побывали наши корреспонденты. Православный и просвятительский центр священномученика Вениамина Петроградского и храм на территории колонии номер 5 отмечает в этом году свое 30-летие. Именно 30 лет назад, в год тысячелетия крещения Руси, и возникла идея создания первого храма на территории исправительной колонии. Богослужение возглавил настоятель, протерей Владимир Сорокин, в сослужении протерея Дмитрия Дашевского. Всегда, ныне и прислов, и вовеки веку. За каждой божественной литургией храм всегда полон. Это и понятно. Прихожанам есть о чем помолиться. У меня опыта большого не было, посещения храмов, находясь на воле. Но здесь я понял, что людям это очень необходимо в жизни. Это их укрепляет и делает людей более уверенным в завтрашнем дне. Наш храм открыт круглосуточно. В любое время может человек прийти, помолиться, пообщаться с нами. Здесь наша небольшая община есть, кто, так скажем, работает в самом храме, поддерживает благоустройство, чистоту здесь, помогает вести службы. Ребятам много, очень достаточно ребят приходит, кто из-за числа осужденных. Какие-то темы вместе обсудить, пойти рассказать о молитве. Потому что много очень ребят, кто вообще на воле не знали, что такое храм, что такое церковь. И мы со своей стороны делаем, стараемся в этом вопросе максимально помочь. Сейчас очень сложно представить время, когда не только строить храмы, но даже нательный крест нельзя было носить. Отец Владимир Сорокин стал первым настоятелем храма на территории исправительной колонии. По благословению митрополита тогда Ленинградского Алексея, потом святейшего патриарха Алексея, был поставлен первый храм. Он и осветил его в честь священномученика Вениамина. И мы каждый год радуемся этому событию. И сегодня для нас действительно великий такой благодатный день и праздник. Я поздравляю всех, радуюсь и благодарю Бога, что мы действительно имеем такую благодатную возможность молиться святителю Вениамину и всем тем пострадавшим людям, которые пострадали, и благодарить Бога за то, что Он даровал нам такую благодать. Конечно, пастырское служение в колонии – непростой труд. Наивно было бы считать, что все осужденные становятся на путь исправления. Но если даже несколько человек придут к вере Христовой и изменят свое сознание, труд этот не напрасен. Поэтому мы с отцом Владимиром как-то взяли на себя такой труд. Он не очень радостный, он тяжелый. Но кому-то это надо делать. Поэтому мы это делаем, не особо размышляем, каков процент там уже Господь все взвесит и рассудит, что удалось нам, а чего нет. 30 лет назад все начиналось с богослужений в библиотеке. А теперь здесь построен православный просветительский центр, в который сегодня за братской трапезой собрались прихожане и священники. Своим искусством всех порадовала православная певица Лилия Евсеева. В следующий раз мы приедем сюда на Рождество и обязательно расскажем вам об этом.